В связи с многочисленными просьбами в комментариях, сегодня мы проведем один очень интересный эксперимент. Испытаем на прочность кирпичи разных эпох. Современный кирпич, кирпич времен СССР и старинный царский кирпич. Современный кирпич можно купить в строительном магазине. Его стоимость 20 рублей. Советский кирпич можно найти на какой-нибудь развалившейся постройке. Стоит он бесплатно. А вот что касается царского кирпича, здесь было с поисками не так все просто. Найти мне его удалось на антикварных барахолках. Стоимость одной штуки 200 рублей. Конечно, это не так уж и много, но если вы хотите построить, например, с него стенку, в которой тысяча кирпича, а тысяча кирпича это не такая уж и большая стенка, то в этом случае стоимость уже будет довольно существенной. Современный советский имеют одинаковые размеры, царский же немного больше. А оно-то и не удивительно, ведь советский кирпич делался по ГОСТу. Современный кирпич сделан по новым стандартам, которые базируются на том же самом ГОСТе. А вот по каким стандартам и допускам сделан царский кирпич? Если кто-то шарит в истории получше меня, напишите в комментариях, какой стандарт был во времена царя. Ну явно ГОСТа тогда еще не было. Старинный кирпич в своем городе я не нашел, поэтому мне его отправили посылкой по почте. В одной упаковке было три кирпича, поэтому соответственно и вес был довольно существенный. Поэтому, когда работник почты мне вручала посылку, она сказала, «Ну и тяжелая, у тебя что там, кирпичи?» Но я даже не знал, что ответить на этот вопрос. Для начала испытаем их наизлом. Первым в очереди будет современный. Для достоверности результата необходимо, чтобы две опоры находились на строго одинаковом расстоянии. Молодой кирпич выдержал нагрузку в 607 килограмм. Посмотрим, какую нагрузку выдержит советский кирпич. Несмотря на то, что советский кирпич имеет точно такие же габаритные размеры, на излом он выдержал почти вдвое больше нагрузку – 1049 килограмм. По сравнению с современным, на изломе он имеет более красный оттенок. Какую же нагрузку выдержит 150-летний кирпич? Боже, царя храни, сильный державный царь свой... 1175 килограмм – это на 10% больше, чем советский. Хотя его и размеры примерно настолько же превышают размеры советского кирпича. На изломе он имеет такой же оттенок. Но в отличие от советского, здесь присутствуют какие-то вкрапления камушек. Судя по всему, это гравий. Почему-то в современном советском его почти не было. Если посмотреть на излом, можно заметить, насколько сильно отличаются оттенки этих кирпичей. Современный имеет какой-то бледно-желтый оттенок, советский – чуть более красный, а самый красный оттенок имеет царский кирпич. Да и вкраплений гравия в нем само много. В результате испытаний на излом фидером остался царский. Далее – советский. И проиграл – современный. Мы испытывали кирпичи на излом. Теперь испытаем их на сжатие. Вначале я хотел использовать насадку с большей площадью, но, к сожалению, таким способом не удается увидеть, когда происходит разрушение кирпича. Будем воздействовать на кирпич точечно. Так мы точно увидим момент начала разрушения. Продолжение следует... Итак, современный кирпич выдержал нагрузку почти 4 тонны. Как себя покажет советский кирпич? Советский выдержал чуть более 4 тонны. Это незначительно, но чуточку больше, чем современный. Ну и, наконец, царский кирпич. А вот царский почему-то в этом тесте проиграл. Он выдержал чуть более 3,5 тонны. Есть еще у нас вот такой образец упрочненного кирпича. Это тоже глиняный кирпич, современный. Его мы испытаем вне общего зачета. Так, для интереса. Нормальный результат. Упрочненный кирпич выдержал нагрузку более 10 тонн. Но это совсем другой тип кирпича. Очень хорошо себя показал советский кирпич. А в предыдущем тесте царский. А какой, по вашему мнению, самый крепкий кирпич? Пишите в комментариях. И не забывайте подписываться на канал, кто на него еще не подписан.